Привет зрители! Эволюта iJoy сегодня с нами. В трассовом режиме оценим возможность электрического кроссовера, посмотрим на что способен. Принято считать, что электрички все-таки не для трассы. Но времена меняются, дальность хода растет и здесь заваляется по 400 километров. Этого хватит, чтобы большинство райцентров уж связать точно. Да и между областями, например, до Ярославля мы легко на этом автомобиле домчим, что прекрасно. Трасса Ярославская, если что. Так что Эволюта iJoy вполне позволяет вам из города выехать и проехать далее. А про особенности движения в трассовом режиме мы сегодня и поговорим. Мои видео, как вы знаете, всегда максимально подробные и в самых разных режимах автомобилей эксплуатируем. Они все в кучу, где уже ничего не понятно. Раскладываем. Раскладываем по полочкам. Как и раскладывают это мои друзья из Кавай Моторс. Предлагаю вам лучшее. Друзья, всем привет. Меня зовут Даниил. Я из компании Кавай Моторс. Для всех, кому интересна покупка автомобиля из Японии, Кореи и Китая, мы создали удобный телеграм-чат, в котором общаемся, отвечаем на все ваши возникающие вопросы, а также просчитываем сконечную стоимость автомобиля под ключ в вашем городе. Это очень удобный формат покупки для вас. Заходите и убедитесь сами. Ссылка в описании. Всем пока. Да, не забывайте. Смотрите и выбирайте автомобили. Ну, а мы сегодня про Эволю. Все-таки автомобили от Кавай скоро приедут к нам и буду вам внимательно их показывать. Так вот, Эволю, iJoy. Кроссовер компактный. Очевидно, для города кто-то скажет. Да, смотрите, размер-то небольшой, но уже вместительный. Я вообще удивлен, кстати, насколько там все хорошо расположено внутри, что думаешь, машина компактная, а все вроде вылезает. Но трасса другие требования. Хотя 163 силы вполне себе достаточно, чтобы быстро мчать. Но 163 силы электрические, это не 163 силы бензиновые. Почему? Сейчас будем поздравить. Ох, тут музончик уже вовсю идет. Хорошо, приятно. В кабель-то живет. Не слышно, как работает. Но позволяет мне... Ой, простите. Артефакт аллергии, да? Позволяет мне внутри, в салоне приятно охлаждаться и получать комфортные условия даже без признаков работы. Ох, ох уж эти электрички. Всем они хороши. Ну как они хороши на трассе? Вот вопрос, да? На что способен iJoy? Давайте посмотрим. И, кстати, интересно, я в ходе тестирования обнаружил один эффект, как раз связанный с той самой дальностью хода и отдачей батареи. Здесь есть, кстати, температура батареи. И если температура батареи будет превышена, то написано в мануале «Остановитесь для охлаждения». Интересно, да? Интересные возможности вообще. Раньше мы следили за температурой двигателя, теперь следили за температурой батареи. Прикольно. Ну а то. Итак, ну что, в путь дорогу. Режим драйв. Шайба. Ни какой связи механического этого выбора режимов селектора нет. Постой LD, да? Почему он красиво входит-выходит, да? Такая шайбочка. Вот. И поедем. Ну что? Попробуем. Итак. Начинаем движение. В драйв надо войти. Ага. Что? Не хочется в драйв ходить. Это, кстати, особенность очень интересная. Автомобиль. То ли фич, то ли баг. Когда долго стоит в паркинге, она говорит, нет, ты меня перезагрузи. Может, ты не хочешь никуда ехать? Ну окей. Не проблема. Это вот особенность чисто... Смотрите, как классно она выезжает. Особенность чисто эволютовская. Вопрос секунды. Но, знаете, если долго стояла машина в режиме ожидания, она словно тебя спрашивает. Ты снова хочешь поехать? Да, хочу. Да, покажи, на что ты способен. Поехали. Автохолд. Снятие с ручника. И поехали. Тут хочу отметить работу подвески. Она, на удивление, комфортна. На удивление, мягка. И дорогу плохую превращает в дорогу более хорошую. Но до определенных скоростей. Если вы поедете уж совсем провокационно быстро. Шины-то 225-55-18. Прям вполне кроссоверные. Помогают в движении. Если вы захотите уж слишком многого от iJoy, он скажет, эй, эй, хорош, хорош. И автомобиль все-таки, пускай кроссовер внешний, но не для того, чтобы сказать по ухабам. Но на небольших скоростях, на уверенных вы прям хорошо идете. Плавно, комфортно. И безразрывно ускоряетесь. Класс, конечно. Электромобили по эксплуатации намного, намного интереснее, нежели автомобили с ДВС. Хотя более скучны. Более скучны. Интереснее для именно вашего кошелька, для того, как управлять тягой. Но более скучны, потому что с автомобилем с ДВС инженеры огромную работу проделывают, чтобы вы, да, могли хорошо управлять тягой. Здесь работа тоже нужна. Но в силу особенностей конструкции разрывов просто физически нет. Мощность. Причем не надо таких сложных элементов. Просто двигатель электрический крутится, и все. И все. Ни понижающих, ни повышающих электров, ничего. Поехали, да. Ну, лишь, наверное, только у топовых, каких-то там суперскоростных электричек эти части могут появиться, да, для большей оптимизации. Ну, если у нас мощность умеренная, в этом нет никакой нужды. Итак, максималка 155. Согласно спекам, хватает. Почему хватает? Потому что максималка у нас 130 предельная, да, плюс 20 нештрафуемая, 150. То есть можно двигаться долго и уверенно. Но насколько долго? Здесь нам поможет расходометр, показометр того, как у нас в реальном времени расходуется наш заряд. Вот можно увидеть по КВЧ, соответственно, сколько идет. Вот мы едем соточку. Единственное, что, да, дорога-то она меняет вверх-вниз, вверх-вниз. Нужно прям что-то более ровное. Но в целом на соточке у вас 15-20 уходит. То есть, если вы едете со соточкой и у вас 15 расход, вы можете легко математически просмотреть, насколько у вас хватит батареи в 53 КВЧ, которая здесь стоит. Примерно на 300 с небольшим километром. Вот так. То есть все, все по-честному, все понятно. Я причем, да, за эту тысячу, что я проехал, убедился в том, что автомобиль честен, он не особо там закручивает, завышает показания. Расход средний. Вот, пожалуйста, у меня упал, кстати. Был около 20, сейчас 18,8. В общем, исходя из него и считайте ваш, что называется, пробег. Едешь медленнее, длиннее проедешь. Ну, а хочешь максимум, смотрите, когда стремительно расходуются силы. Устанавливаем скорость там 120. И уже 33. Вы представляете? Чтобы ехать 100, вам нужно 15. Чтобы ехать 130, вам нужно 33. Вот она, магия чисел, да? Магия чисел. И у вас уже получается движение серьезно по километражу будет ограничено. То есть, когда ваша аэродинамика, законы ее незыблемы, да, и очевидны, и легко просчитываются, начинает влиять, да, там, после 70, серьезно вмешивается, то каждый километр дается все больше и большим расходом, все больше и больше нужно для поддержания движения, и все меньше и меньше расход. То есть, если вы хотите получить те самые там 400, то нужно будет ехать там, ну, даже 75, даже может 70. Вот такие вот дела. Там, с определением качения можно в целом смело пренебрегать, уж слишком велико влияние аэродинамики, но ускорение класс. Надавил педаль и пошел. То есть, здесь ограничения от спорта, если нажмешь, как я ускорился-то, слишком, слишком весело. Слишком просто весело разогнался, штрафов только не хватало. Догнали эту Гранту. Я не хотел догонять, так получилось просто. Ну, она бессильна против электрички, даже учитывая, что у нас, тот скажет, у тебя по козометру максимум 100 КВТ. Почему КВТ? Почему у тебя, ну, КВТ, неважно. Почему 163 сил это не идет? Потому что 100 по козометру это у нас примерно идет как 136 сил. А вот ограничивает, ограничивает движение на высоких скоростях, чтобы при большом разряде, при большом разряде, да, опять же. И говорит, не-не-не, ты туда не лезь, нам сюда не надо. Нам сюда не надо, лучше, лучше, дольше езжай. Ну, такая вот настройка. Это особенности автомобилей с электричеством каждый создатель их, каждый производитель, он оптимизирует, кто во что гораст. Ну, так вот они делают, для того, чтобы соблюсти паритет, чтобы сколько заявили, столько машина ехала. Ну, видите, да, то есть, высокая скорость сразу же поднимает расход. если мы сбросим и уменьшим влияние аэродинамики, соответственно, то получим сразу же уменьшение, смотрите. Вот так. Такие вот удивительные дела здесь. Действительно, действительно, влияет. Ну, и мы видим, легко автомобиль преодолевает всякие неровности, подвеска реально отрабатывает очень плавно. Очень плавно это кредо. Это кредо. Плавность хода и валюта это то, что нужно. Стыки, все это, руль чистый. Да, его ноль, ты ощущаешь, что его ноль абсолютно вот как-то принято говорить искусственный. То есть, сам автомобиль его задает и при отклонении эта натуральность отсутствует. Это чисто эмоциональное, ощущение, ощущение, потому что, естественно, описать, как-то, мне кажется, даже прибором промерить нельзя. Может, это связано с равномерностью восприятия усилий, может, какая-то плойка другая, какая-то внутренняя, когда автомобили были чистые, если ты на них ездил, ты понимаешь, что ты хочешь получить от автомобиля без усилителя. И вот здесь ты понимаешь, что этот усилитель вносит такую лепту, что не совсем естественное, говорит, движение. Ну, понятно, и никак не смущает, ехать не мешает, и лишь для любителей трековой езды, наверное, скажут, я не ощущаю автомобиль, но я вполне себя ощущаю и захожу. Кстати, шины Чао Янг вполне себя держат. Вот оно, новое, да, будущее, да, Чао Янг, китайская шина, позволяет очень легко ехать, и теорина, когда они были, пугнут, какие, я вспоминаю, прям, словно пластмасса, да, не шина, а пластмасса. Они минули. Все, все минуло, и пришло, вот оно, новое будущее с нами. Ты думаешь, ну да, ну да, вы дела. Ну так, так, так что всем хорош чудо электромобиль, но только надо понимать, сколько вы на нем должны проехать, чисто. Это важно, потому что движение и зарядка, она, в общем, взаимосвязана. Например, он из зарядки городской употребляет 6 киловатт, из зарядки обычной розетки 220 вольт, 3 киловатта в час. Ну вот и считайте, если вы там 6 киловатт употребляете, вам нужны для зарядки где-то 8 часов, да, 7 с половиной. А если 3, то уже там 12. То есть вот от этого, от этого. Если вы обычный автомобиль можете легко заправить, да, за 3 минуты, грубо говоря, то с электро, вот здесь уже, здесь уже вам нужно считать. Так что за подсчет, но за будущее. Электричка мне нравится, если честно, да, электричка прям хороша, тем более, когда она достойно едет и всячески плавна и комфортна. Ну я брал уже безмолвной ездой, посмотрите там, как автомобиль идет, максималочку покажем, благо, почти это не штрафуется и реализуем на практике. Играть какой-то тест, посмотрите. В общем, Эволют, с одной стороны, да, хорош, с другой стороны, мог быть еще лучше, но с третьей, если вы посмотрите на эту всю историю под другим углом и сравните электромобили по ранжиру, по статусу, то вы поймете, что Эволют как раз в том месте, где он должен быть. Ну а то, что вы не можете его себе позволить, ну, как говорят, в одной стране, селяви, да, работайте лучше и наслаждайтесь вот автомобилем, соответственно. Ну а продолжу свои испытания, как всегда, для вас стараюсь, показываю максимум того или иного транспортного средства. Если про что-то не сказал, здесь главное, в первую очередь, предусловно, вот в трассовом движении, чтобы вы понимали, сколько расхода и сколько у вас потребления. Вот все. Для электромобиля это главное. И невысокая скорость движения. Высокая скорость движения, как вы видели, да, она стремительно сокращает сколько вы проедете. То есть, если вы, допустим, едете 150, то вам зарядка потребуется через, там, 100 километров, грубо говоря. Вот. А если вы едете 80, то через 350. Есть разница? Вот они, автомобили против лихая частота. Обращаюсь. Как всегда, смотрите видео и наслаждайтесь результатами. что не ответил, то, в общем, скомпоновав все видео, вы можете там все это дело найти и распознать. Стараюсь специально для вас. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok